Минздраве рассматривает возможное введение новых ограничений из-за омикронштамма. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой, передает портал Tengri News. По словам министра, сейчас карантинные меры еще прорабатываются. В ближайшее время будут получены результаты и на их основании будет принято окончательное решение. Между тем, омикрон уже охватил десятки стран. Ежедневно приходят сообщения о новых завозных случаях. Буквально вчера вирус обнаружили в соседней России. Теперь эксперты прогнозируют, что в стране возможен взрывной рост числа заболеваний омикроном, что связано с его высокой заразностью. Гораздо меньших концентраций вируса хватает, чтобы заразить человека. Омикрон, если он хоть сколько-нибудь близок к дельте, это очень плохое сочетание. Особенно плохая новость для людей, которые еще не переболели и не вакцинировались. Тем временем заболеваемость коронавирусом среди казахстанцев с каждым днем снижается. 545 новых случаев за сутки, хотя недели ранее показатели заражаемости были не ниже 700. Всего один человек подхватил вирус в Мангустаусской области, в Кызлординской на один факт больше. Не особо радует столица и Карагандинская область. Там зафиксировали большое количество новых ковидных пациентов. В Алматы ситуация намного лучше – 46 инфицированных за сутки. Возможно, в этом и есть успех вакцины. На сегодня полностью привились 8,2 миллиона казахстанцев. Активно проходит также иммунизация детей, беременных и кормящих. Больше 137 тысяч человек успели привиться фазером. К слову, по мнению казахстанских врачей, проживающих в Европе, именно иммунизация способствует снижению летальности среди заболевших. Согласно статистике, в Швейцарии из 30-35 летальных исходов от коронавируса лишь один приходится на вакцинированного пациента. При этом это, как правило, люди с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Поэтому отсюда можно сделать вывод, что вакцинация – единственный выход из пандемии. Тем временем российские вирусологи считают, что омикрон может быть живой вакциной. Объясняют это они тем, что у южноафриканского штамма снижена патогенность. То есть после выздоровления у человека появляется иммунитет к разным вариантам коронавирусной инфекции. Специалисты допустили, что с появлением омикрона локдаунов может больше и не быть. Хотя гадать здесь точно не стоит. И, как ранее утвердили ВОЗ, изобретать велосипед не нужно. В борьбе с пандемией мы должны использовать уже имеющиеся инструменты. Это соблюдение санитарных правил и вакцинация. Продолжение следует...